Почему это происходит? Дело в том, что мы очень здорово выступили на Олимпиаде в Сочи. И раз не получилось эту Олимпиаду в принципе дискредитировать то, что русские справились с задачей, с фантастической задачей, и провели великолепно сами Олимпийские игры. Почему-то была такая мысль, что вот мы сейчас приедем, все не будет сделано. Были попытки каким-то образом опорочить Олимпиаду. Не получилось. Спортсмены начали выигрывать, иностранные спортсмены начали говорить фантастические слова благодарности Сочи за то, что Россия провела так Олимпиаду. Ну, не получилось. Подумали, собрались, мотивировались. Но тут все сошлось. И политика, и спорт, и, наверное, мы допустили ошибки, дали поводы того, чтобы вот эту ситуацию развернуть в другую сторону. Против нас. К сожалению, да, мы будем констатировать факт. Потому что ведь мы же не можем сказать, что господина Родченкова не было. Он был и есть. И он что-то делал и манипулировал. И это вопрос. От своего имени он делал это, конечно, да. Но ведь это же можно преподнести по-разному. Поэтому, конечно, эту ситуацию смогли просто очень здорово использовать. Вот то, что я сейчас вижу, знаете, вот когда в июне было такое очередное обострение, я сказала, смотрите, что творится. Собачки отрезают хвост постепенно. Вот теперь каждую неделю будет какая-то новость. И это будет сохраняться долго-долго-долго, примерно месяца до марта 18-го. Пока не будет понятно, кто станет там президентом страны. Поэтому вот так оно и происходит. К сожалению, к моему большому сожалению. И спортсмены оказались заложниками. Причем спортсмены, не только те, кто сейчас тренируется, спортсмены, которые, например, закончили, это болельщики, это все вместе. Вообще, конечно, честно говоря, вот то, что происходит, это там за гранью. А пара олимпийцев, они вообще отстранены. Если спортсмены, олимпийцы могут участвовать хотя бы в Кубках мира, несмотря на то, что они отстранены от Олимпиад, очень интересная такая новая конструкция. То есть мы к вам не имеем претензии, выступайте на всех соревнованиях, кроме Олимпиады. Это что за новая такая веяние у нас в спорте мировом? Такого еще, ну, в общем, не было. Поэтому в этом отношении, я думаю, что все пойдут в суды, и очень большая вероятность, что они могут там выиграть. Потому что то, что делалось, как это делалось, это не про спорт и не про спортсменов. Поэтому я думаю, что они смогут найти адвокатов, которые защитят их права, но для многих это может быть уже после Олимпиады в Корее. А для ребят чистых могу только сказать одно, что, конечно, сейчас все делает государство, чтобы чистые спортсмены, которые все это время готовились, могли поехать на Олимпиаду и выступить под российским флагом. Утончняю. Только 5 декабря мы будем знать, какая может быть другая какая-то конструкция, предложенная нам. В данный момент времени, вот сегодня, мы говорим только о российском флаге. И наши спортсмены думают только о российском флаге. Ни о каких нейтральных флагах. Даже вот гипотетически обсуждать не надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!